Привет, это я, Ёлка. В смысле, мой? Чистенькая. Но в смысле, стиранная хотя бы, понимаете? Да никак, удобненько. Но я не помню, как и когда это уже произошло, но это связано в том числе и с комфортом. Ты тупо не паришься, чтобы сочетать бежевое с темно-телесным. Это все чушь, суета, дичь. Черное, оно прекрасно, оно универсально. Ты в черном хочешь шикарное, хочешь чик-чик, я в домике. Это самое быстрое, что я научилась делать. Но это все от лени. Вообще в моей жизни все от лени. Просто я дитя 90-х, знаешь, я пережила не один кризис. Я все умею сама. На первый взгляд может показаться, что Лиза в последнее время ничего, кроме русского рэпа, не слушает. И это недалеко. Да нет, на самом деле я много музыки разной слушаю. Я люблю разную электронную музыку, очень разную. Да я вообще люблю разную музыку. То есть у меня в плейлисте, черти что, просто кавардак полнейший. Ну, какое-то странное музло, независимое музло. Я люблю странненькое. Я такое, ну, грустненькое что-то должно быть. Я в аптеке писала ценники, как это называется. На самом деле я еще там мыла полы и вытирала полочки от пыли. Но, блин, мне было стыдновато, конечно, что я мыла полы, потому что я работала там же, где училась, но прямо поблизости. И мне вот это самое было такое неловкое, чтобы никто, с кем я там мучусь или с кем соседствую, не увидел, что я мою пол. Но зато баблишко я получала с самого раннего возраста. Палат номер шесть. Я еще играла, на самом деле, за команду КВН Нежина. Женская команда была. Офигенные баллы. Да, мы прямо... О-о-о-о! Чего мы творили? Реально, там просто трэш и угар. Десять лет стертых из моей жизни просто. Да, вот это ужасный псевдоним. Из кого я на? Кто-то ляпнул реально. Причем достаточно глупо, кто-то при этом услышал, и оно привязалось на веки вечные. Ну, то есть оно бесит так, что ты навсегда это запоминаешь. Это неплохо. Ну, блин, все равно это ужасно бесит. Кто вообще это выдумал? Я, конечно же, адепт искусственных елок. Ну, или окей, есть прекрасная опция сейчас в катке ель привозить домой. Это тоже кайфово, потому что ты потом ее можешь, например, высадить из себя в саду, и она будет тебя радовать всю дорогу. Тупо всю жизнь ты будешь смотреть, как ты стареешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...